Это хорошее дело, организация российского общества женщины атомной отрасли, поскольку эта тенденция идет по всему миру и это помогает как раз в деле общественного признания ядерной энергетики. Мы знаем, и вчера я говорил об этом, и это общеизвестно, что к 50-му году атомная энергетика должна развиться как минимум в три раза, в два с половиной раза, то есть с 391 гигаватта установленной мощности сейчас мы должны уйти к 50-му году примерно на 900 гигаватт установленной мощности и с 11% выработки электроэнергии примерно на 25% выработки. Для того, чтобы выполнить требования климатической конференции Парижской 2015 года КОП-21 по недопущению перегрева земли больше, нагрева атмосферы больше, чем на 2 градуса и снижению к дальнейшему до конца столетия на 1,5 градуса, поскольку дальнейший нагрев приведет к необратимым, может привести к необратимым климатическим изменениям. Для того, чтобы это делать, мы должны строить, начиная с середины 20-х годов по миру, порядка 30 блоков ежегодно мощностью 1 гигаватт или 1000 мегаватт или миллион киловатт. Сейчас мы строим 10-10, и вот в этом году, наверное, и 10-ти не будет, но 9, наверное, будет. Значит, в основном Китай помогает нам выручать в этой программе. А надо уходить на 20-ти, уходить на 30, для того, чтобы это реально выполнять. Также есть цели устойчивого развития, так называемые Sustainable Development Goal, установленные, значит, организации объединенных наций, и до 30-го года там 17 целей, что должно улучшиться по человечеству, по всем направлениям. Значит, голод, нищета, убирать расцвет городов, и там тоже есть равенство женщин, образование и так далее, и там их много. И фактически везде применима атомная энергия, энергия мирного атома. И те схемы, которые нам предлагают о том, что сейчас закончилась на прошлой неделе Бонская конференция по климатическому, по климату, и вообще-то там Вавилон никак не могут договориться, там более 30-ти тысяч участников, и все говорят, и в основном не об атомной энергетике. То есть те люди пытаются ввести инвестиции в свои какие-то программы, которые зачастую они голословные и не основаны на реальном базисе и просчетах. Как вчера мы отвечали на вопрос о том, что некие ученые из Финляндии и Германии сделали просчеты о том, что возможно создать к 50-му году энергетическую глобальную схему, где все будет на возобновляемых источниках, на солнце и на ветряках, на ветряной генерации. Поскольку гидро тут, гидро тоже конечно будет, но много не увеличишь. И они хотят вытеснить еще и атомную энергетику, но вот эти ряд ученых, причем не на конкурентной основе, не по цене электроэнергии, а просто так вот, что вот общественное мнение будоражить о том, что против атомной энергетики. Ну и в этих схемах я вчера отвечал на панельной дискуссии о том, что там много конечно заранее взято постулатов и априори сказано о том, что это глобальная схема, чисто электрическая, а не энергетическая. Там не рассмотрено применение технического пара, высокотемпературного для производства водорода, значит низкотемпературного для отопления городов, поселков, для химических предприятий, значит для обессоливания половину, половине стран в мире нужна чистая вода. Ничего это там не рассматривается и взята она из глобальных соображений, что одна треть будет у нас на батареях, для этого надо, они сами говорят, в десятки тысяч раз увеличить производство батареи, которые они почему-то называют чистым производством, щелочно-кислотные аккумуляторные батареи. Там предположение, что значит половина стран, которые там по экватору накроют себя панелями солнечными и будут под ними жить и между батареями электрическими и снабжать остальных. То есть никакие вопросы конечно с энергетической безопасностью не рассмотрены. Значит там предположение, что построят другие страны по северам, по югам, где дует ветер там на широтах 40-х, они установят ветряки, заставятся и будут там жить и всех снабжать. Что цена упадет в 8 раз на производство этих аккумуляторных батарей и в несколько раз на производство солнечных батарей. Ну как я вчера сказал, фантастика просто. Я вчера сказал и сейчас повторю, что великие сказочники, братья Гримм, аплодировали бы им стоя. И вот народ верит в эту всю чушь и говорит, а зачем нужна атомная энергетика, если мы создадим вот это вот все. То есть таких постулатов создать я на любой энергетике создам, идеальную схему. Поэтому наша задача не противопоставлять себя атомной энергетику возобновляемой. Мы должны вместе в соответствии с этим зеленым квадратом быть 4 столпа. Значит 25% атомная энергетика, примерно 25% гидроэнергетика. Ну и все-таки там тоже процентов 30-40 будет оставаться возобновляемая энергетика для того, чтобы можно было регулировать, соответственно держать сети. И будет место там и батареям соответственно, но не в таком количестве, как на треть мировой. Значит статистика показывает, что в странах, где даже опрос в поддержку атомной энергетики, атомной энергетики, значит поддержка женщины, если ее разбивать по гендерному фактору, она процентов на 20 ниже. И с другой стороны показывает, что если в защиту атомной энергетики с фактами выступает женщина, то доверия больше. Доверия больше. Поэтому, значит, это очень важно и в этом направлении, и не только, конечно, в этом направлении. Я имею в виду направление, чтобы выполнить, нам как-то стремиться выполнить задачи по спасению мира от перегрева и к достижению цели устойчивого развития. Значит, также женщины все большую роль занимают в профессиональном развитии и в науке. В науке и в МАГАТЭ. Как это перелистать? Это не то? Это криптофон. Значит, да, включите, пожалуйста. В МАГАТЭ последние буквально три года, два года, три года, наш генеральный директор Юки Амана, он проникся этим делом. И, значит, пытается в соответствии с веянием в Организации Объединенных Наций поднять джендер, создать эквилити до 50%. Ну, я скажу, что у нас, конечно, это тяжело делать, особенно в области моего департамента Ньюгле Энерджи, поскольку изначально туда приходит мало. Когда я учился женщинам, когда я учился в МИФИ, у нас в группе была одна или две женщины всего-навсего. Поэтому понятно, что женщина по многим причинам, по материнству, тяжелее это создавать. Но мы больше и больше видим женщин, которые ученые, которые занимают руководящие посты. И мы стремимся выровнять этот гендерный фактор. И сейчас он в среднем по МАГАТЭ, вы видите, 29,4%, порядка 30%, порядка 30%. Причем много молодежи идет на профессиональный. Мы не говорим, у нас делятся на профессиональный штат и на штат общий. А общий это, ну, в принципе, это секретариат, обслуживание. Там, конечно, две трети женщин. А сейчас мы говорим о том, чтобы поднять этот процент, сделать его большой среди руководящих женщин. И постов профессиональных, профессионалов, P4, P5, более высоких. Более высоких. На, видите, на низких постах у нас есть 83%. То есть молодежь в основном приходит, в основном, к женщинам. Значит, ну, потом по ряду семейных обстоятельств, они как-то растворяются, уходят. И процент у нас спадает. Но он нарастает, нарастает все больше. Как уже сказали, в уровне замгендиректора, Амман у нас мужчина, а замгендиректора у нас среди шести замов. Одна женщина, Мария Ирис. Значит, далее процент нарастает, но еще он, конечно, недостаточный. Недостаточный. Поэтому, ну, мы рады тому, что в молодое поколение больше и больше приходится молодых профессиональных людей, девушек из университетов, технических образований, из институтов. И некоторые из них потом вырастают на P5. Но это тоже не очень хорошо, потому что они получаются такие доморощенные специалисты на всю жизнь. Я не буду назвать, потому что знаю некоторые, там, Марту, которая P5 стала. Ладно, не буду говорить. Но никогда не работала на производстве, наверное, не знает, что это. Но все время, проведя всю жизнь, там, работая в МАГАТЭ, они вырастают, некоторые из них. Это тоже неправильно. Надо вот, чтобы они выросли на P2, на P3 и уходили, возвращались в производство. И здесь тоже нужно их принимать хорошо, а не так, что ты проболталась где-то, ты прозевала свой период жизни, и все руководящие места теперь тут замяты. Надо ее принимать, развивать, если, естественно, от нее есть удача, она полезна. И потом возвращать на P4, P5 на директорские должности, поскольку у нее же по возвращению будет опыт международный, у нее будет язык хороший, естественно. И такая тенденция ведется, и это надо делать. Следующий, пожалуйста. Значит, мы работаем в нашем департаменте тоже, в этом направлении, работаем с нашими членами МАГАТЭ, и с представительствами, просяй больше и больше подавать женщин-профессионалов на руководящие посты. Но, к сожалению, вот я говорю, что конкретно в нашем департаменте, когда рассматриваешь заявление, там 100-120 заявлений, там женщин будет, может быть, 10-15, остальные будут мужчины. И мы даем приоритет, то есть при прочих равных мы возьмем женщину всегда. Но нужно, чтобы она тоже была профессионально подготовлена. Более того, зачастую сейчас генеральный директор ОМАНа возвращает нам, когда мы выбираем на посты P4, P5 и директорские, он утверждает, мы должны дать три кандидата, значит, и он может их переставить. Если там нет женщин, значит, плохо проводили предвыборную кампанию, и мы смотрим уже. Но не всегда, к сожалению, конечно, в Эл Квалифайд, не всегда. Если женщина получится с высокой квалификацией, то почти наверняка он ее поставит туда. Но, как я говорил, Анжелика знает, это произошло совсем недавно. Почему-то у него два-три года назад он проникся такой идеей, поэтому он и не поддерживал такой идеей. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, по привлечению в атомную отрасль мы проводим разные мероприятия в МАГАТЭ. Также вот у нас есть день дочери, день дочери. Вот это вот вы видите, школьницы приходят, молодые из школ, из Вена Интернешнл, приводят своих детей. Специальный день для того, чтобы ознакомиться, чем занимается МАГАТЭ, что такое ядерная отрасль, наука. Значит, есть специальный день, когда приводят своих детей. Bring your children to live. Есть, значит, специальный вечер, посвященный ядерным исследованиям, ядерным разработкам и технологиям, специально сделанной от так называемой двери открытых зверей. Long Night of Research, где знакомят с достижениями и перспективами ядерной отрасли. Ну, там не только же девушек, конечно, мы это, мы юноши есть. Но есть специальный день открытых, день дочерей. Так что же, значит, мы проводим международные школы по ядерным знаниям, по подготовке менеджмента. И мы рады, что в последние годы эти школы у нас есть в Триесте, есть в Санкт-Петербурге такая школа, есть в Токийской школе, есть в США, есть в Киптауне, в Абутабе. И мы рады сообщить, что уже в некоторых из них более половины профессионалы. Это специалисты из атомной отрасли, как правило, среднего звена, которые слушают лекции и готовят какой-то проект. И в зале уже наблюдается там 40, 50, 60, когда как, а половина, более половины женщины. Более половины молодые профессионалы. Вот в Абутабе особенно заметно, они там все эти, в клаточках сидят. Ну, в основном из арабских стран, там, в Абутабе. Дальше, пожалуйста. Значит, молодые ученые, вот вы видите, Лесли Дион, она делала доклад на научном форуме в 16-м году, довольно успешный. И другие женщины-специалисты тоже принимали участие, больше и больше принимают участие в научных конференциях и участвовать в международных организациях. И в этом году у нас был ряд больших международных конференций, включая Абутабе конференции, и в заключительном стейтменке документальной конференции подчеркнуто более привлекать женщин в атомную, ядерную энергетику. Дальше, пожалуйста. И в этом году, вот недавно, буквально месяц назад, наш гендиректор Юки Амана и наш интермарий Элис, они получили такой титул от ООН, International Gender Champions. Это, значит, как бы передовые чемпионы по гендерной работе среди международных организаций, поскольку процент увеличения количества женщин в руководстве, на руководящих и профессиональных должностях, начал резко расти и оказался самым лучшим среди других организаций Объединенной Нации. Дальше, пожалуйста. Значит, ну, проводим это вот 8 марта прошлого года, и здесь три женщины, вот слева я, справа Мария Элис, а там три женщины директорши атомных станций. Ну, пожалуй, вот все, у нас площадок-то, у нас 448 энергоблоков действующих, 57 в строительстве. Площадок, я уже забыл, сколько, ну, примерно там 270, получится 230. А вот директор, директор женщин только три. Одна вот справа, это Лавиза, директор Лавизы, Сати Катаяла, это да, вроде так зовут. Она уже давно, уже, наверное, лет 6, она директор атомной станции. И здесь директор шведской одной станции, и другая в США. К сожалению, на атомных станциях России, вот, ну, такой тенденции пока нет. И максимально, что я знаю, это, когда я был директором атомной станции, у нас была женщина, Любовь Алексеевна Плинкова, директор цеха централизованного ремонта, и, наверное, она была единственная женщина, начальник ЦСР по всем атомным станциям России. Наверное, и в мире, не знаю, чтобы ремонтными цехами командовали. И когда я ее, я утвердил ее, когда ее назначали, против были многие другие. А я спрашиваю, почему, в чем основание? Она работала замначальника уже лет 20-15, и по всему планированию, всемодернизацию, она, где какой сварной шов, вся документация, она все это знает, и почему это сделано знает. А вот почему нельзя? Ну, так она женщина. Она же, как она будет руководить там мужиками? Оказалось, что она руководила гораздо лучше. Значит, и спокойно, и по телефону, если надо было, и приглашала эти все бригады аварийные, если надо было работать. И никто не осмелился ослушаться. Все приезжали, все делали, и оказалось, что не надо на них орать матом, они и так все делают. И Плинкова Любовь Алексеевна отлично справлялась со своей работой, а сейчас она на пенсии, на пенсии в Уклинске живет. Еще у нас была женщина на Кольской атомной станции. Ты не помнишь, как ты? Нет, не помнишь. Светлана, по-моему, звали. А фамилия, выскочила у меня фамилия. Значит, она была начальником смены, начальником смены, и участвовала, была начальником... Галина Петкевич. Галина Петкевич. Галина Петкевич, правильно. Да, начальник смены станции. Начальник смены станции и на пуске. Участвовала в пуске атомной станции. Да. Галина Петкевич. То есть обе эти женщины, они очень сильные, конечно, были женщины. Ну и, не знаю, что для рассказа, тяжелая судьба была. У одной муж был главным инженером и был расстрелян в Африке. То есть обыкновенный. У другой муж был начальником реакторного цеха и попал в ДТП в США. Но это... Я просто... Подробности не нужны, но я уверен, что это укрепило. То есть они взяли знамя. Это так, для информации. Я, конечно, не призываю, что надо именно так. Надо добиваться. Не в коем разе. Это просто для информации о судьбах этих женщин. Я просто хочу подчеркнуть, что они действительно были сильные женщины. И можно было смело ставить директором станции любую из них. Но нужно, чтобы все были счастливы, чтобы все хорошо было в семье. Значит, здоровье, мир, процветание. И не дай бог, значит, чтобы сложились какие-то несчастные случаи. Но чтобы ваш профессионализм, упорство помогали вам продвигаться по должностям и занимать высокие должности. А мы будем этому только способствовать и приветствовать. Поскольку, ну и целый ряд позитивных вещей в том, что женщина делает коллектив более стабильным. Мне кажется, более спокойным. Поэтому мы приглашаем вас продавать заявки на должности профессиональной в МАГАТЭ. И будем всегда рады с вами работать и поддерживать ваш союз. И давайте, да, как я Алина Михайловна предложила, мы поработаем над какой-то совместной программой, как максимальный использователь. Спасибо за внимание. Спасибо. Михайловна, спасибо за учение. Маленький вопрос, потому что вы убегаете, но, я думаю, всем будет интересно. Вот, пора выразить. Интересно рассказать про гендерное партнерство, паритет. Все-таки же, какие вы видите гендерное партнерство в России? Какие есть возможности для нас этого? Небольшие советы для нас, для всех, для нашей аудитории, для женщин. Как примерно? Самое главное, не бояться. Есть какая-то сложившаяся ситуация, что вот и женщина этого дела опасается. Надо быть раскрепощенной и вперед. Вот у нас куча примеров. Вот у меня сидит Алла Ахангельская, Анжелита. Попробуй ее, не пустите, потому что там задавят. Хороший. Спасибо. Поэтому берите пример. Если человек уверен в своем профессионализме, никакого стеснения, никакого это. Вперед и вы будете на руководящих должностях. И мы имеем целый ряд женщин уже на руководящих должностях. Вы у нас возглавили? Да. Да. Поэтому и здесь у нас целый ряд примеров руководителей женщин. Поэтому только вперед. Все в ваших руках. И абсолютно не является препоном к этому и количеству детей. И у нас есть в МАГАТЭЗах по пять детей. И они хорошо, успешно справляются со всеми делами. Спасибо, Михаил Валентинович. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Михаил Валентинович.